31 октября 2019 года в Бишкеке приступило к работе управления патрульной службы милиции. Проект реформы, стартовавший как пилотный на 2019-2020 годы, конечно же подвергался критике, но, как отмечают эксперты, полностью оправдал себя. Патрульные, полностью обеспеченные всем необходимым оборудованием, следили как за правопорядком, так и за безопасностью дорожного движения. Также необычным для новой службы стал и набор в ряды правоохранителей гражданских лиц на основе открытого конкурса. В этом выпуске программы «Еще не вечер» мы поговорим о результатах работы УПСМ с начальником службы Алмазбеком Исаковым. Здравствуйте, Алмазбек Арыпович. Добро пожаловать к нам в студию. Патрульные, в их обязанности входило, как было отмечено, как и охрана правопорядка пешими патрулями, автомобильными, так и они следили за безопасностью, предотвращая дорожно-транспортные происшествия. Расскажите, пожалуйста, насколько стало на дорогах безопаснее с ведением патрульной службы, насколько эффективными они себя показали? Ну, здравствуйте еще раз. Спасибо, что пригласили. Значит, как вы сейчас сказали, 31 октября 2019 года было создано управление патрульной службой милиции по городу Бишкейк. Ранее эту службу именно по линии охраны общественного порядка обеспечивали полк патрульно-постовой службы и управление обеспечением безопасности дорожного движения, в частности по безопасности дорожного движения. Вот эти службы были ликвидированы и создано управление патрульной службой милиции. И с 31 октября, значит, ноябрь-декабрь месяц это был пилотный проект по городу Бишкейк по Первомайскому и Свердловскому району. После 2020 года, с 1 января, уже полностью по городу Бишкейк управление патрульной службой милиции, как бы, ошулял свои деятельности. Их функции, значит, обеспечение охраны общественного порядка, безопасность их граждан и обеспечение безопасности дорожного движения и оперативно реагировано по линии 102 поступающий вызов от граждан. Вот, значит, если остановиться дорожно-транспортным происшествием, в 2020 году было совершено дорожно-транспортное происшествие 2187. В прошлом году, в 2019 году это было 2611. Это по сравнению прошлого года 424 меньше, чем прошлого года. Это где-то примерно 20%, чем прошлого года идет снижение дорожно-транспортных происшествий. Также погибли при дорожно-транспортном происшествии в прошлом году 83, в этом году 73, это минус 10. И получили телесные повреждения, пострадавшие от дорожно-транспортных происшествий в прошлом году было 3290, в этом году уже 2860. Это на 430 минус, то есть 15% меньше, чем прошлого года. В том числе несовершеннолетние. В прошлом году было 582, в этом году 361. Это было уже минус 212, это где-то порядка 60%. И погибшие 50% идет снижение, и пострадавшие 248. Очень много вопросов именно с дорожно-транспортным происшествием, потому что в 2019 году было больше, в 2020 году уже идет снижение. Некоторые говорят, что это было в связи с пандемией и так далее. Да, мы ежедневно, ежедневно идет анализ, ежемесячные, еженедельные анализы, ежедневные анализы, результатом которого мы полностью провели анализ. Да, действительно, период пандемии, да, идет минус где-то примерно 80, примерно 80 дорожно-транспортных происшествий. А так, ежемесячно где-то, по сравнению с прошлого года, ежемесячно где-то в районе 30-40 дорожно-транспортных происшествий было снижение ежемесячно, да, и в результате которого у нас идет вот такая картина. Ну, в основном у нас инспектора, каждому экипажу выделен квадрат, свой квадрат. По городу Бишкек у нас 41 квадрата по району, по 10, единственный большой квадрат, это по Ленинскому району, потому что у них есть территория большая. И новостройки много, поэтому там получается 13 квадратов. И вот этот квадрат, наш экипаж, 8 часов рабочий день, у них вот этот квадрат, они патрулируют по профилактике преступления, правонарушений, также профилактика дорожно-транспортных происшествий, выявления, в том числе на оперативное реагирование по Ленинску-2 и выявления нарушений, там же составляют протоколы. И вот этот квадрат, они полностью отвечают, да? Поэтому мы думаем, именно по данным направлениям прошло снижение дорожно-транспортных происшествий, да? Еще одним вот таким новшеством в работе патрульной службы, если говорить о соблюдении мер безопасности именно на дорогах, то убрали постовых, которые периодически там во время рейдов или, ну, периодически стояли на дорогах и останавливали жезлами. Вот этот момент сейчас ликвидирован, и патрульные ездят на машинах и патрулируют, и при выявлении нарушений они составляют протоколы. Насколько вот эта мера себя оправдала и насколько эффективнее стала выявляемость нарушений? Выявляемость, знаете, как бы эффективности, во-первых, это со стороны гражданских активистов, со стороны граждан нету такого негатива, да? Вот постоянно там сотрудники стоят, там прячутся и там останавливают транспортные средства, такого там негатива нету, да? Во-первых. Во-вторых, как бы наши патрульные также по квадратам разделены же, они же патрулируют и останавливают транспортные средства на автомашинах. В том числе у нас еще есть пещепатрули, они тоже патрулируют, но при этом они не останавливают транспортные средства жезлами или руками, просто с настоящими транспортами проводят работу, если выявляют нарушение, то составляют протокол. А такие моменты бывают, инспектор, допустим, пещепатрулирует на своем квадрате, но при этом нарушает водителя, он же пещежий, и сразу передает по рацию автопатрулю, что там по улице Советская или по улице проспекта Чуй, либо, скажем, по улице Алматинская, там проехал на красный свет автомашина на марке, номер такой-то, такой-то уже как бы этот, да. При этом у нас такая пещепатруль так работает, допустим, по Советской, по проспекту Чуй, по Манаса, там по Джибек-Джолу, по Алматинской есть, по День-Сиапина есть, по вокзалу, и при этом вот это наши автопатрули расположены рядом, да, они как бы друг к другу вблизи стоят, поэтому они передают по рацию, и в результат... То есть, получается, такая география расширилась, да, и плюс еще и они стали более мобильными, это не просто он стоит целый день на одном перекрестке... Они просто патрулируют, и если нарушил водитель, может быть, кто-то на красный свет, кто-то на встречной полосы, вот такие моменты, они или там тонированные автомашины, или там без газномеров, или там может быть подозрение на управление транспортом, нетрезвенное состояние, вот в таких случаях они передают по рацию, да, и, соответственно, на следующий экипаж или следующий квадрат уже принимает меры, да, по остановке транспортных средств, именно автотранспортных средств, специально автотранспортных средств. К мобильности и оперативности еще и прибавилось упоминаемые вами пешие патрули. Патрульные автопатрули постоянно ездят, они не находятся на одном месте и вследствие этого повысилась оперативность реагирования на вызовы и по предотвращению правонарушений уже в принципе в городе. Расскажите о работе, проводимой в этом направлении. В этом направлении за год мы подвели итоги. В 2020 году сотрудниками патрули службы милиции было ошелено выезд более 62 тысяч вызов, поступающих от граждан разного характера по преступлениям, по проступкам, либо нарушениям и другие моменты. В результате было доставлено более 17 тысяч человек в районное управление и городских отделов милиции города Бишкек. И также где-то более 4 тысячи лиц безопределенного местожительства, скажем, безопределенного местожительства были доставлены социальным приютом, чтобы они в зимнее время где-то там не мерзлили. Да. И еще где-то порядка 500 попрощайников были доставлены в районные подразделения и городские отделы милиции. Соответственно, с ними проводились работы со стороны участковых уполномоченных милиции. И если несовершеннолетние, то инспекторам по делам несовершеннолетние. Кроме того, было раскрыто преступление, более 2700 преступлений, проступка была раскрыта. И в основном, по горячим следам, именно где-то 80% совершен в общественных местах. И это те преступления тяжкие, особо тяжкие есть. Есть убийства, есть разбойные нападения, грабежи, кражи, хулиганство и так далее. Были выявлены наркотические средства и оружие, незаконное хранение. Вот результат примерно более 2700 преступлений, проступки. Из них 550 это уже преступления, это чашки, особо тяжкие преступления. А остальные 2100 с чем-то проступков, это те проступки, которые побои, мелкие хулигансы, семейные насилия. Вот поэтому год практически мы, я думаю, хорошо сработали именно по оперативности. И уже как бы у нас по инструкции указано, что с момента получения наши инспектора уже прибывают на месте, согласно инструкции, от 5 до 7 минут. Но так как у нас, сами знаете, город такой, очень много автотранспортных потоков, и бывают моменты 10-15 минут, поэтому по-разному. Если вот такие тяжкие, групповые драки, хулиганство такого характера, тогда уже не один экипаж, а уже 3-4 экипажа одновременно выезжают на место происшествия. Для предотвращения более тяжких преступлений. Насколько вот наличие пеших патрулей и автопатрулей, вот мы отметили их мобильность, и получается, что и визуально, а не больше там на виду, по большому счету, у жителей нашего города. Насколько вот этот факт снизил криминогенность в определенных районах? Значит, в общественных местах преступления, согласно анализа, примерно где-то по-разному, да, 10-15, примерно от 10 до 15 процентов идет снижение преступления в общественных местах, да, примерно вот так. Ну, бывают моменты, в основном идет чуть-чуть именно Ленинский район, потому что там рынки расположены, и новостройки. И Свердловский район тоже там, Аламитинский, Дордой вот этот, поэтому у них чуть-чуть побольше, а в остальных районах идет снижение. Ну, по крайней мере, роста преступления и просток в общественных местах нету, идет снижение где-то на 10-15 процентов. Угу. Все это стало благодаря, естественно, ну, то есть на все это, естественно, были затрачены определенные средства, и вот на вот эту реформу, на формирование УПСМ была выделена определенная сумма, если не ошибаюсь, она 197 миллионов 200 тысяч сомок. Расскажите, пожалуйста, на что пошли эти деньги, ну, и как они, вы ими распоряжались вот на протяжении вот этого года? Да, за исключением заработной платы в районе, да, точную цифру не могу сказать, но примерно, да, 200 миллионов на обеспечение, мать техобеспечения, это те автомашины, нагрудные знаки, вот это формирование, рации полностью, как бы технические средства полностью, где-то в районе, вместе с ГСМ, вместе с ремонтом автотранспортным средствами, где-то в районе, да, примерно, плюс-минус, где-то 200 миллионов, да. Ну, кроме зарплаты. Ну, остальном, с другой стороны, очень много вопросов, там тоже правильно отметили, что очень много вопросов со стороны гражданских активистов и граждан, а также средств массовой информации, что очень много выделяется денежные средства именно на патрульные службы милиции, что они там, как бы, оправдали ли вот это, выделены денежные средства, ну, как я скажу, вот, знаете, мы, государственный орган, мы так не должны осуждать, почему? Потому что мы не коммерческая структура, потому что мы, как бы, в свою очередь, занимаемся охраной общественной порядкой, также обеспечение безопасности, здоровое движение, оперативное реагирование по линии 102, и поэтому, как бы, государственный орган, да. Ну, с другой стороны, да, они правы, ну, патрульные милиции именно по... выделены со стороны государства примерно, скажем, 200 миллионов, ну, с другой стороны, патрульными милициями за год, за год был составлен протокол 204 тысячи, более 204 тысячи составлен протокол, именно за нарушение правил дорожного движения и охраны общественного порядка, именно. И наложено штрафов более 316 миллионов суммов на сегодняшний день, это только 20-й год. Взысканная сумма где-то в районе 130 миллионов суммов уже взысканная на сегодняшний день, да. И также вот хочу отметить, не только прошлый год, а в этом году уже тоже идет, как бы, в прошлом году за два месяца у нас было 30 миллионов наложенный штраф, в этом году уже где-то более 70 миллионов. в суммах уже наложенный штраф, да. И, соответственно, где-то взыскание примерно 30-40% от наложенной суммы уже взыскивается, да. Ну, есть же, вот вы сами отметили, что есть люди, которые не оплачивают штрафы, злостные такие неплательщики. Одно из мер, насколько я знаю, если неправильно скажу, поправьте меня, была введена такая норма, что если патрульная служба при там, как я понимаю, они могут просто выбрать случайный номер проверить, вот они едут и проверить на своем бортовом компьютере случайный автомобиль на наличие у него штрафов. И если у него нет штрафов, то его автомобиль, скорее всего, будет на штрафстоянку отвезен, пока он не расплатится со штрафами. Да, есть такая норма. Значит, согласно статье 342, с момента составления нарушения протокола, именно протокола нарушения, значит, граждане должны оплачивать в течение месяца. А по истечении месяца оно уже как бы неоплаченные считается, да, штрафы. И согласно статье 31, часть 2, пункт 8, там такой пункт есть, если неоплаченный штраф, тогда инспектор ОБДД, в общем, да, кто занимается обеспечением безопасности дорожного, не только патрульной милиции, но в том числе обеспечения безопасности дорожного движения, они имеют право отстранить от управления транспортного средства водителя, да, и, соответственно, поставить на штрафстоянку. У нас в автоэкипажах имеются электронные планшеты, там имеется база данных именно по безопасному городу, также по составленным РН протоколам, да, значит, инспектора проверяет, находящихся на улице автомашину, любого автомашину, да, проверяет, и там база выходит, что там у него имеются штрафы, и столько-то штрафов неоплаченные, и там внизу есть статус доставки. Там статус доставки, если по истечении месяца, допустим, скажем, да, сегодня 1 марта уже, как бы, 20 января было статус доставки отмечено, уже 20 февраля у него срок истек. Соответственно, 21-22 февраля инспектора имеет право отстранить от управления транспортного средства данного водителя и поставить на штрафстоянку автомашину. Но при этом автомашина до устранения не выходит штрафная стоянка. Почему? Потому что там в кодексе так указано, что до устранения не выпускается машина. И в том числе также у нас в электронных планшетах имеется база РН, которую инспекторы составляют бумажные протоколы, за исключением безопасного города, да, она тоже ежедневно вводится в базу данных. И они тоже проверяют. Там тоже, если есть протоколы 2020 года, есть протоколы 2019-2020 года, есть протоколы, скажем, январь 2021 года, да, если есть такие моменты, они тоже составляют протокол, согласно статье 31.1, часть 2, пункт 8, да, и отстраняют управление транспортного средства и, соответственно, поставят на штрафстоянку. И помимо того, у нас по городу Бичкейк работает 10 порталов, которые, согласно постановлению правительства, они тоже, как бы, остановка, стоянка в неположенном месте, где там пешеходов или там мещающих граждан, они тоже эвакуируются. И в результате там тоже имеется у нас база данных, каждого автомобиля проверяет и, соответственно, тоже отсюда тоже, как бы, взыскивается, да, денежные средства в доход государства. Это вот один из основных методов борьбы с неплательщиками, штрафами. Да, помимо того, у нас группа, отдел по правоприменительной практике, если у них, допустим, скажем, 19-е годы протокола, мы уже, как бы, вносим постановление на числение пении и, соответственно, до окончания предельного суммы мы уже направляем постановление судебных, подразделения судебных исполнителей. Соответственно, они уже своими нормами, они уже проводят работу, может, где-то арест поставить, где-то на границах сторожевые карточки ставят, ну, очень много таких моментов, да, в настоящее время. Но все же, вот, помимо всего этого, это все-таки основная работа милиции и правоохранительных органов, о чем мы говорили, инспекторов ГОБДД, это обеспечение безопасности и дорожного движения, и в городе. Но все-таки одной из, наверное, красных линий и основных таких целей этой реформы в целом, это стала такая фраза, скажем так, да, что моя милиция меня бережет, и милиция должна быть ближе к народу и увеличить доверие к правоохранительным органам и представителям правоохранительных органов. Потому что, ну, ни для кого не секрет, там, долгое время, буквально, самое лучшее это было не связываться с представителями правоохранительных органов, а самое худшее, иногда даже и боялись, и уровень недоверия был очень большой. На сегодняшний день, вот, решение, например, принимать в ряды правоохранительных органов и гражданских лиц, в частности, в управлении патрульной службы милиции, позволило ли повысить уровень доверия граждан к представителям милиции, ну, к людям в форме, если в общем? Да, я думаю, да. Почему? Потому что мы тоже анализируем, допустим, у нас очень много гражданских, где-то в районе где-то 300, около 300 сотрудников из числа гражданских, да. И, как бы, мы тоже анализируем, оно породно же идет, допустим, скажем, 1-я рота, 1-я майский район, 2-я, Свердловский, и Октябрьский, и Ленский, да. Вот один из таких моментов, допустим, вот этот 1-я майский район, 1-я рота, где-то в районе 148 сотрудников, из этих где-то 100 с чем-то из числа гражданских, большинство гражданских, да, именно по 1-я майском районе. Вот они сейчас очень активно работают, и очень хорошие показатели, и очень много благодарственное песно поступает от граждан, и очень много звонит, что именно такие сотрудники, таких, там, очень, как бы, оказали помощь, и обращение с гражданами очень культурное и так далее, да. Ну, с другой стороны, есть тоже такие моменты, на сегодняшний день, уже мы, нет, 20-й год, было наказано 444 сотрудников, это, получается, 60% личного состава, это, скажем, 800 человек, на сегодня уже 760 человек работают по трудностям, из них 444, как бы, уже наказано. Это из наказанных, это, получается, те сотрудники, которым бывают моменты некультурного обращения с гражданами, кто-то нарушил дисциплины, поэтому именно гражданских, я согласен, да, очень хорошие показатели, они, как бы, стараются, да, работать, чтобы показать себя. Ну, есть моменты, из них тоже, из этих сотрудников, как бы, возникают вопросы, да, возникают вопросы, кто-то, может быть, кто-то, как сказать, Ну, может быть, отсутствие опыта, где, может быть, недоработка, да, недоработка, да, со стороны старшины, что-то, да. Ну, в основном, хорошие показатели, вот, именно с гражданских, да, очень хорошие показатели, практически, мы уже, как бы, анализируем, каждый рот, там, кто-то, какие-то, там, работу провели, там, результат, там, по выявлению, по раскрытию, и, в том числе, из роты, сколько, там, нарушили дисциплинарного, там, с обращением гражданами, такого характера, да, поэтому, я думаю, как бы, оправдалось, да. Ну, и плюс еще, вы сказали одну важную штуку, что, там, больше половины сотрудников сейчас, так или иначе, к ним принимаются какие-то меры, там, начиная от выговоров и всего остального, это говорит о том, что и со стороны руководства ведется очень тщательная работа по тому, чтобы сотрудники вели себя соответствующие, и не, ну, и уровень доверия от граждан тоже был достаточно высоким, чтобы его сохранять и повышать на том уровне, который сейчас, и, конечно, повышать его. Ну, как сказать, да, конечно, у нас руководящий состав, на сегодняшний, как бы, офицерский состав уже 200, где-то, 70, офицерский состав, и командир заводов есть, и командир роты, они все ежедневно занимаются по воспитаниям личного состава и обучением личного состава. И, так же, вот, прошлый год надо признать, что именно была пандемия, поэтому нас, как бы, запретили, что там, какого там обучения не должно быть, там, сборы и так далее, и так далее, поэтому 20-й год мы полноценно, как бы, обучением личного состава и воспитанием личного состава не смогли, да, полноценно, а уже уже 21-й год, уже уже у нас составлен график, как положено, обучаем и воспитываем наших сотрудников, и своевременно у нас есть пресс-служба, который ежедневно в социальных сетях и вот средства массовой информации, и в том числе у нас есть WhatsApp-телефон, дежурной части, поступают жалобы граждан, и, соответственно, пресс-служба вот это полностью контролирует, и проводим служебную расследование, каких, при каких обстоятельствах, чтобы в дальнейшем такого не было, да, не допускать дальнейшего предподобных фактов. Поэтому у нас максимально идет работа именно со стороны руководящего состава в отношении подчиненных сотрудников. Спасибо вам большое за то, что ответили на наши вопросы и за беседу, желаю вам успехов в этом важном деле, которое вы сейчас делаете. Я напоминаю, что мы говорили о результатах работы Управления патрульной службы милиции с начальником службы Алмазбеком Исаковым. Это была программа «Еще не вечер». Эфир «Алто-24» продолжается. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова